Мне представляется, что сегодняшняя тема позволяет нам поднять несколько очень серьезных вопросов, которые, безусловно, достойны обсуждения и которые привлекают внимание историков, специалистов практически во всем мире, поскольку они являются основополагающими для развития любой историографии. И первый аспект, о котором мне совсем немножко хотелось бы сказать, то, что затрагивал в своем вступительном слове Андрей Аркадьевич, это момент, связанный с тем, что мы присутствуем сегодня в процессе формирования новых историографий. Мы фактически присутствуем в процессе становления новой исторической науки, поскольку после образования новых независимых государств на территории бывшего Советского Союза формируются новые исторические школы, формируются новые исторические мифы, формируются новые исторические подходы и происходит то, что сегодня называется национальной историографией, формированием национальной историографии. И мне представляется, что это первый аспект, на который следует обратить внимание, поскольку если мы берем те школы, которые существуют в давно существующих государствах, для них моменты, связанные с национальным аспектом, не являются превалирующими, не являются основными. Речь в первую очередь идет об общечеловеческих проблемах, об общечеловеческих аспектах, но для формирующихся историографий национальный аспект приобретает сегодня чрезвычайно большое значение, потому что нужно выбирать какую-то точку зрения, нужно выбирать какую-то позицию, нужно выбирать какой-то пункт, с которого ты смотришь на то или иное событие. На Первую мировую войну можно смотреть с точки зрения Франции, на Первую мировую войну можно смотреть с точки зрения России, но на Первую мировую войну можно смотреть с точки зрения Беларуси. И это будут разные точки зрения, и это будут разные позиции. Безусловно, мы будем едины вот в этих общечеловеческих категориях, в категориях гуманизма, в категориях ценности человеческой жизни, в категориях того, что нет ничего выше, чем жизнь человека. Но при этих общечеловеческих категориях есть еще категории геополитические, есть категории исторические, и вот здесь взгляды уже будут совершенно различными. И когда мы говорим о сегодняшней позиции белорусской историографии, мне представляется, что самое важное из того, что мы должны сейчас говорить, это превращение Беларуси из объекта в субъект. То есть в годы Первой мировой войны Беларусь была, территория Беларуси, территория Беларуси была разменной монетой, которую делили соседи, которую пытались делить соседи, которую предлагали друг другу за какие-то более серьезные, более значимые цели. Примеры перед нашими глазами, тут не надо ничего долго объяснять. Мы знаем, что такое Брест-Литовский договор, мы знаем, что такое Рижский договор, когда шел прямой торг между большими державами за счет территории малогосударств. И это вообще чрезвычайно интересный период вот в этом отношении, в отношении торга. Потому что часть образовавшихся после Первой мировой войны государств успела сторговаться удачно, успела договориться с великими державами о сохранении своей независимости, успела стать на какую-то правильную сторону. Беларусь не оказалась такой территорией, и Беларусь не нашла понимания ни у одного из своих соседей. И когда мы сегодня говорим о взгляде историка, о взгляде белорусского историка, мы, естественно, понимаем, что есть общеметологические принципы, общеметологические приемы, но при этом есть тот национальный аспект, говорящий об белорусском взгляде как самостоятельном взгляде, без которого невозможно строить свою национальную историю. Здесь можно еще одну параллель привести, и ее нужно привести, поскольку мы говорим и о строительстве государства, белорусского национального государства, белорусского самостоятельного государства, оно не может существовать и не может строиться без собственной исторической базы. Понятно, что любая историческая база – это историческая политика. Историческая политика – это набор мифов, это набор стереотипов, но все государства эти стереотипы выстраивают. Кто-то уже успел выстроить, кто-то выстроит сегодня. И мне представляется, что вот этот процесс построения исторических мифов, он вполне нормален для определенного этапа. С чего хочу начать? Совершенно того, с чего не нужно начинать доклады, то есть с негатива. Негатив, который буквально несколько дней назад у меня возник, и вот который мне хотелось в качестве образца привести. Замечательная книжка, изданная политической энциклопедией, одной из лучших российских издательств. Замечательные авторы. Я открываю словарь, который есть в конце, и читаю. «БССР, Белорусская и Советская Социалистическая Республика, Белоруссия, образована в 1922 году. Ее территория совпадает с современной территорией Республики Белоруссия». В двух строчках, которые там в книге, нет ни одного совпадения с реальностью. Ни одного совершенно. И это говорит о том, что если мы хотим, чтобы о нас знали то, что в реальности происходило, мы должны писать свою историю. Потому что если ее кто-то будет писать за нас, вот и будет получаться образованной в 1922 году и по территории совпадающей с Республикой Белоруссия. Теперь к следующему аспекту. Какое место в этом процессе становления собственного взгляда, собственной субъективности занимает именно Первая мировая война? В моем представлении это важнейший фактор, это важнейшее событие, поскольку когда мы говорим о новейшей белорусской государственности, о государственности 20 века, мы традиционно выделяем два момента, два аспекта, без которых, собственно, белорусского государства никогда бы не было. С моей точки зрения, два этих события это Первая мировая война и революция. Но при этом революция это то, что было порождено войной. Если бы не было Первой мировой войны, то не было бы, вероятнее всего, это, конечно, бы, но если брать логику событий, не было бы той череды революций, которая прокатилась по Европе. Я говорю не только о российской революции, я говорю о германской революции, которая оказала громадное влияние на все то, что происходило вот здесь, на Востоке. Я говорю об украинской революции, которая имела и свои цели, и свое влияние. То есть война порождает революции, революции порождают, развал той структуры, которая существовала. И поэтому, когда мы говорим о Первой мировой войне, кроме вот того общечеловеческого аспекта, который мы уже называли, есть еще аспект, связанный с геополитикой. И в данной конкретной ситуации начала 20 века это то, что называется имперским вопросом. Первая мировая война привела к распаду империй. И если бы не было распада империй, то не было бы и образования тех самостоятельных государств, которые возникают по всей Европе. Не было бы Польши, не было бы Чехословакии, не было бы Венгрии и так далее, и так далее, и так далее. Нынешнее время, нынешний период, он очень благодатный для историка, поскольку 100-летние юбилеи собирают группу людей, которым есть что сказать, есть что обсудить и есть к каким выводам прийти. В прошлом году мы говорили очень много о 100-летии Российской революции. И ведь за прошлый год сформировалось новое понимание того, что происходило в 1917 году, которое очень сильно отличается от традиционной историографии. Этот год дает возможность обсудить то, что связано с событиями Первой мировой войны. А мне представляется, что из тех событий есть одно, которое вызывает самый сложный вопрос. Самый сложный вопрос – это вопрос о категориях «свой-чужой». Когда мы живем в сегодняшнем спокойном, слава богу, у нас спокойном и нормальном мире, мы, естественно, уходим от этой дихотомии «свой-чужой». Мы всеми силами стараемся переводить дихотомию в триаду, говорить о том, что есть «свой», есть «чужой», есть «другой». И человек, человек, государство, социальная группа имеют право на то, чтобы быть другими. Но если мы говорим о времени войны, вот как здесь можно стать на нейтральную позицию? Как здесь можно уйти от выбора, который перед вами ставят? И представьте себе ситуацию Белоруссии, которая сложилась к 2016 году. Территория разделена. К этому времени германские войска оккупировали уже около четверти белорусской территории. Российское правительство сделало все возможное, чтобы местное население ушло из приграничных прифронтовых районов. Я напомню вам, что миллион человек, проживавших на территории современной Белоруссии, были беженцами. Они были переселены в центральные регионы России. И, допустим, с точки зрения одного из ведущих белорусских историков, Петра Ивановича Бригадина, это был тот фактор, который в очень сильной степени повлиял на самосознание белорусов. Потому что, когда они оказались на территории центральной России, они поняли, что они не такие. И к ним относились как не таким, к ним относились как другим. И тогда, когда тебя оценивают как другого, у тебя возникает в качестве противовеса понимание того, что у тебя должна быть своя социальная, национальная какая-то еще группа. И что было делать в этой ситуации тем людям, которые жили на окраине империи? С точки зрения центральной власти, они, естественно, должны были бороться, воевать за то, чтобы эту империю сохранить. С точки зрения Санкт-Петербурга, в тот момент уже Петрограда, с 2014 года, естественно, жители всех национальных окраин должны защищать Российскую империю. С точки зрения тех людей, которые хотят получить независимость, они должны защищать эту империю или они должны выступать против этой империи? Потому что если империя победит, они никогда не получат свою независимость. Но в нашей ситуации все оказывается еще интереснее, еще смешнее в данном случае. Потому что те российские деятели, которые выступали против собственного правительства, выступали против собственного государства и свергли это государство, как только пришли к власти, сказали, а теперь вы должны защищать нас. Вот вы только что, по мнению царского правительства, должны были защищать царизм. Сейчас мы царизм свергли, но вы все равно должны защищать нас, потому что мы центральная власть. И в этой ситуации определить, кто свой, кто чужой, было очень и очень сложно. И более того, я сказал бы, что в государства, которые образовались на окраинах Российской империи, окончательного ответа так и не было дано. И до сегодняшнего дня этого ответа нет. Мы ставим в качестве минуса, мы ставим в качестве претензии деятелям белорусского национального движения то, что они написали телеграмму канцлеру Виргельму и сказали о том, что только германская империя может сохранить независимость Беларуси. Я потом при необходимости могу обратиться к этой цитате, потому что эта телеграмма, конечно, знаменитая, но вместе с тем, возможно, не все ее знают. Рада Белорусской Народной Республики, как избранный представитель белорусского народа, обращается к вашему императорскому величеству со словами глубокой благодарности за освобождение Беларуси немецкими войсками из-под тяжелого гнета чужого господствующего издевательства и анархии. Рада Белорусской Народной Республики декларировала независимость единой и неделимой Беларуси и просит ваше императорское величество о защите подконтрольной ей территории для укрепления государственной независимости и неделимости страны в союзе с Германской империей. Только под защитой Германской империи страна видит лучшее будущее. Но совершенно очевидно, что это предатели, которые перешли на другую сторону. Давайте посмотрим чуть-чуть на Запад, посмотрим на Литву, которая сделала то же самое абсолютно и более того, получила эту независимость от Германской империи. И когда в этом году Литовская Республика праздновала свое столетие, никого не раздражало, никому не казалось неправильным, что немцы привезли из своих архивов акт о независимости Литвы, который торжественно был представлен в Вильнюсе и который потом уехал обратно в германские архивы. Они получили независимость. Вспомните ситуацию на Украине, вспомните Гетмана Скоропадского, вспомните из чьих рук получал Гетман власть. И на ситуацию Первой мировой войны никаким образом нельзя переносить ситуацию Второй мировой войны, когда была та сила, которая международным судом, которая в международном праве признана силой, наносящей ущерб человечеству, наносящей ущерб гуманизму, которая признана неприемлемой. Я имею в виду национал-социализм, я имею в виду гитлеровский режим. Первая мировая война Германия по своему общественно-политическому строю не отличалась от других воюющих государств. Естественно, в пропаганде каждой страны противник преподносился как что-то ужасное, что-то нечеловеческое. Так писали русские и французы о немцах, так писали немцы о русских и французах. То есть это были режимы вполне однотипные, и, в общем-то, малые территории, малые страны, наверное, обладали таким правом выбирать, на чью сторону становиться. На что хочу обратить внимание. Вот это монета, которую, может быть, знаете, может быть, не знаете, на которой изображено вот то состояние, в котором находилась Беларусь. Посмотрите, где проходит граница, где проходит линия фронта. И у нас достаточно сложная ситуация, связанная с тем, ну, а что является точкой отсчета, что ли, для белорусской независимости в этот период. Окончание Первой мировой войны, начало Первой мировой войны. То есть сам факт. Сам факт, когда факт мировой войны, когда империя приходит в движение, когда империя начинает колебаться, вот это было отмечено в этой государственной монете. Но для территории Беларуси военные действия ведь не завершаются в 1918 году. Не завершаются тогда, когда для большинства стран Европы это уже финиш, это уже завершение процесса. В 1918 году Беларусь вступает в новое состояние. Она оказывается втянута в войны между соседями и в чужую гражданскую войну. Вот ситуация, которая в конце 1917 года. В России уже произошла революция. И первый этап февральская, и второй этап октябрьская революция. И изначально те деятели белорусского национального движения, которые в этот момент оказались в Минск, выступают только с одной, наверное, не требованием, с одной просьбой. Просьбой об автономии в составе России. Но реакция со стороны участников российских событий оказалась достаточно жесткой. Органы советской власти, которые были созданы на территории Беларуси, сначала признали вот этот съезд, но потом очень быстро его запретили. Это фотография места, которое вот здесь буквально, буквально в 100 метрах от нас. И всегда в советской историографии Беларусский съезд оценивался крайне негативно. Это националистическое сборище, это те, кто выступал против советской власти, хотя на самом деле там было совершенно другое. Там были социалисты в большинстве своем и те, кто хотел автономии. Не больше того. И только в прошлом году мы сделали шаг в направлении того, чтобы изменить это отношение. Вот следующая фотография, это тот же самый театр, только в декабре прошлого года. Исторический факультет БГУ провел конференцию, посвященную столетию первого Всебелорусского съезда. И в результате проведения конференции мы не только издали сборных материалов, но мы получили приветствие от президента Республики Беларусь, в котором было написано, что первый Всебелорусский съезд – это шаг к независимости Беларуси. Сейчас несколько фотографий, которые связаны уже с конкретными людьми. Это представители президиума первого Всебелорусского съезда. Но первый Всебелорусский съезд достаточно быстро уходит в историю, потому что случаются следующие события на территории близкой к Беларуси. И вот здесь, к тому, о чем говорил господин профессор, о чем говорила Ольга Игоревна, ситуация связана с внутрироссийскими событиями. На кого должны ориентироваться лидеры белорусского национального движения в той начавшейся борьбе между, ну условно упрощая, между красными и белыми, которая идет на территории России. Я подтвердил бы то, о чем говорил профессор, никому было непонятно, на кого делать ставку. Никому было непонятно, на чью сторону становиться. И, конечно, тот упрощенный вариант советской историографии, когда Антанта однозначно за белых, когда большевики воспринимаются как враги Европы, это совершенно не соответствует действительности. Все смотрели, что будет происходить. Все смотрели, куда повернуть. Потому что представьте себе ситуацию конца 1917 года. Ну и что, что большевики сказали, что они объявляют декрет о мире? Все предшествующие временные правительства говорили то же самое. Абсолютно то же самое. Все заявляли о том, что их целью является выход из войны. Пришло новое временное правительство, которое продекларировало то, что декларировали все. Слова не имели никакого значения. Вот что они сделают, это имело значение. И что они сделали? Вот что было сделано. Это Брест-Литовск. Знаете, тут есть одна фотография, которая, мне кажется, очень характерной. Те люди, которые будут вести переговоры, и которые Иоффе будет потом подписывать Брестский договор, в немецком автомобиле. Они в Брест-Литовске ездят в немецком автомобиле. И они смогли договориться. Они смогли договориться с Германией, потому что у них в тот момент совпадали цели. Но Германия сделала одно исключение для одной страны. Германия сделала исключение для Украины. Центральные державы, на самом деле, естественно, не только российско-германские переговоры. С одной стороны, это центральные державы. С другой стороны, это Россия. И на втором раунде переговоров это Украина. Германия поставила жесткий вопрос об украинской независимости. И это было обязательное условие подписания мира с Россией. Когда белорусская делегация туда же приехала, она оказалась лишним элементом в этих переговорах. Немцы встретились с белорусской делегацией, но сказали, что уже поздно. Мы уже обо всем договорились, у нас уже все подписано, вы просто-напросто опоздали. Большевистские лидеры даже не захотели переговариваться. Даже не захотели вести переговоры с белорусской делегацией. И на кого было делать ставку деятелям белорусского национального движения? Большевики в тот момент независимость Беларуси не собирались признавать. Все лидеры белого движения, о чем только что говорилось, стояли на позиции единой и неделимой России. Вспомните знаменитый эпизод, который профессор вспоминал. Врангель-Пилсудский. Я бы только посмотрел на него не со стороны Пилсудского, а со стороны Врангеля. Когда был шанс, когда поляки стали наносить серьезное поражение войскам, которые создавал Троцкий, Пилсудский обращается к Франгелю. Он говорит о том, что давайте объединим свои силы. У нас сейчас есть шанс. Вы выйдете из Крыма, я выйду из Польши, у нас есть шанс. А только одно единственное. Вы признаете независимость Польши? Нет. Нет, 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 ни за что. Этого быть не может. Единая и неделимая Россия. Я вспоминал это в разговоре с коллегами. Знаменитая фраза Пилсудского. Он говорит, что я в одиночку могу сейчас взять Москву. Ну и что, что я ее возьму? Удержать я ее не смогу. Ему нужны деятели русского движения. Но в тот момент ни белые, ни красные не были сторонниками какой-то белорусской независимости. И только после того, когда на оккупированной территории Беларуси сейчас где-нибудь ну это вот советская делегация в Брест-Литовске, это то, что я уже показывал, это украинская делегация в Брест-Литовске, которая получила то, что она хотела. А это вот ситуация для Беларуси. Это германские войска, которые входят в Минск. И в этот момент, когда германские войска уже оккупировали Минск, опускаю все детали и провозглашается Белорусская Народная Республика. Белорусская Народная Республика, которая не была физическим образованием. У нее были только некоторые красивые вещи. Ну это вот, господину послу вот эту карту мы вчера и подарили. Были некоторые красивые вещи. Вот марки сделали Белорусской Народной Республике. Видите, знакомые вещи на этих марках. Франциск Скорына, Погоня. Некоторые открытку сделали. Даже пытались печатать паспорта. Напечатали 2000 паспортов. Но территории не было реальной. Границ не было реальных. Армии не было. То есть это была абсолютно виртуальная, виртуально созданная структура. И виртуальность этой структуры оказала реальное влияние на все то, что потом происходило. Потому что когда была провозглашена БНР, уже стало понятно, что есть идея. Есть идея, которая имеет своих сторонников. И эту идею можно обыгрывать. И успешнее всего эту идею обыграли именно большевики. Большевикам нужно отдать должное за то, что они оказались в этой ситуации самыми умелыми, самыми гибкими политиками, которые играли на том, что хотели представители белорусского национального движения. Большевики оказались единственными, кто пошел на создание реального белорусского государства. Все остальные только обещали. Мы все прекрасно знаем о той ситуации, которая была в отношениях... Ну, это опять портреты деятелей этого движения. У меня просто нет времени об этом долго рассказывать. Но вот здесь я остановлюсь. Ноябрь 2018 года Германия терпит поражение. Соответственно, аннулируются все договоры. И начинается новый этап противостояния на белорусских землях. Здесь уже и рабочекрестьянская Красная Армия. Здесь уже и польские войска. И в отношении Пилсудского... Ну, вот то, что Андрей Аркадьевич говорил, что надо бы легенды уточнить в отношении Деголя. В отношении Пилсудского тоже есть красивые легенды. Насколько они реальны, это тоже нужно уточнять. Потому что, когда он приехал в Минск в 2019 году, он позиционировал себя как белоруса. Литвина. Он выступал на белорусском языке. И он обещал воссоздание Великого княжества Литовского. Все это было. Но на практике потом не было ничего. Абсолютно ничего. Потом пошла инкорпорация белорусских земель в состав польского государства. Раздел белорусских земель между Польшей и Россией. Был ли Пилсудский белорусом... Ну, это очень сложно сказать. Потому что мы имеем только один единственный документ. И том документ, который связан с тем... С допросом. С допросом, который революционер, социалист Пилсудский подвергся допросу со стороны царской администрации. Ну, а революционеры, как мы знаем, очень часто для того, чтобы запутать следствие, не приводили точных данных и так далее. То, что было в реальностях, не получилось, не сложилось. Не сложились контакты у польского движения с белорусским национальным движением. И от поляков какого-то варианта независимости белорусы не получали. Еще один аспект, который может быть просто интересен, это тот человек, который создал проект бело-красно-белого флага. Душ-Душевский. Это, естественно, флаг Беларуси того периода. Ну, и вот это, мне кажется, тоже важным и серьезным. Мы говорили совсем недавно на другой конференции об этой ситуации. Это была проблема повседневной жизни Беларуси. Это была проблема политической жизни Беларуси. Каждый год, 25 марта, одно и то же. Каждый год выходит группа людей на улицы, их разгоняют, дубинки, скандал и так далее. Впервые за всю историю, новейшую историю Беларуси, 25 марта 2018 года, людям дали спокойно выразить свое мнение. И оказалось, что можно договариваться. Оказалось, что можно иметь возможность не через конфронтацию, не через драки, не через дубинки, а через совместное празднование. И вот что мне хотелось подчеркнуть в этот заключительный момент. Вот то, что произошло 25 марта 2018 года, оно в значительной степени отражает то, что произошло с идеей белорусской государственности тогда, в период Первой мировой войны. Ведь люди были совершенно различные. Те, кто выступал за советскую Беларусь, те, кто выступал за БНР. Но у них было общее. Они все понимали, они все признавали, что Беларусь заслуживает своей государственности. И в этом отношении они были едины. То есть в социальном отношении, конечно, это пропасть. Но в отношении национальной идеи, в отношении государственности, это все-таки было единое движение. И поэтому мне представляется, что сегодня мы в контексте истории можем и должны признавать заслуги не какого-то одного направления, не какой-то одной структуры, а признавать, что это было общее движение тех людей, которые имели национальное самосознание к созданию своей государственности. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ